Ранним утром он принял очередной заказ. В машину сели трое. Через полчаса двое погибли. Приговор виновнику страшной аварии на обводном сегодня вынесли в Ленинском районном суде. Таксисту, у которого не было ни водительского удостоверения, ни законной возможности работать в автопарке. Так кто же ему передал ключи от машины и телефон с доступом в сервис? Ведь в смартфоне было приложение «Популярный агрегатор», через который и Крамжон Абдикулов и получал заказы. Владислав Беляков расскажет подробно. Ленинский районный суд вынес приговор водителю такси, виновнику смертельной аварии. Мужчина возил людей под маркой известного агрегатора, хотя даже не имел прав. По его вине погибли два пассажира, а молодая девушка получила тяжелые травмы. За это и Крамжону Абдикулову назначили 4,5 года общего режима. Родственники Абдикулова от приговора испытали шок, но претензии почему-то предъявили журналистам. Ничего не скажу. Берите камеры, все, отстаньте от нас. А что это все? Нет, браво. Закон, закон. Сам виновник аварии выслушал приговор с отрешенным видом. Головы за все время так и не поднял. Словно еще раз прокручивал в уме события того рокового утра. 23 июля, 4 часа утра. Иномарка с маркировкой известного агрегатора на скорости 106 км в час несется по набережной обводного канала. На пересечении со Старопетерговским шоссе такси врезается в тягач. Массивный автопоезд спокойно поворачивал направо и проезду совершенно не мешал. Трое пассажиров, два парня и девушка возвращались из ночного клуба. Сергей Дюгаев скончался на месте, Виктор Алимов в реанимации. 19-летнюю Светлану Хабибулину госпитализировали в НИИ имени Дженни Лидзе. Авария оставила на ее лице глубокий шрам. Мне Света позвонила, смогла позвонить, пока она была в сознании. Света сказала, что мы попали в аварию, Сережа не дышит. Высок немножко ушла или она притупилась? Нет, она еще больше. Приходит осознание того, что больше я не воюю ребенка. Извините. С работы пришел, включая новости, и показываю, что погиб. Ребята погибли, я еще так говорю, ничего себе, так ребятам не повезло погибнуть. А через 4 дня, только вечером, мне позвонили и сказали, дядя Витя на переднем сиденье сидел ваш сын. Парень выйдет, будет жить красиво, а мы посещать только свои кладбища. После аварии представители агрегатора заявят, договор был заключен с другим человеком. Мы узнали, это был двоюродный брат Абдикулова, который права имел. Абдикулов попросил машину у родственника якобы перепарковать, но сам поехал зарабатывать. На суде виновник ДТП от комментариев отказался. Дорожен, а вы можете? Нет, спасибо. Нет? Все, пожалуйста, покидаем. Все, уважаемый брат, не пожалуйста. Водитель тягача тоже мог попасть под суд. Экспертиза установила, за руль он сел нетрезвым. Когда в контейнеровоз въехала иномарка, водитель испугался и с места аварии скрылся. Его задержали всего через несколько минут, в паре километров от места трагического столкновения. Но следствие решило, что в ДТП он не виноват. Права, конечно, отобрали за пьяную езду. И Крамджон Абдиколов полностью признал вину и извинился перед родственниками погибших. С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, ему осталось сидеть три с половиной года. Досрочно на волю он может выйти уже через полтора. Суд также постановил, Абдиколов должен заплатить 3 миллиона компенсаций морального вреда. По полтора миллиона каждому из родителей, потерявших своих единственных детей. Владислав Беляков, Степень защиты.